КОСТРОМИЧИ Раньше говор, да, такой был. Сейчас остатки. Но у нас разные говоры. Сейчас остатки. Но у тебя такого говора, кстати, нету. Через О. Хорошо. Евгений, привет. Привет. Я знаю, что ты закончил исторический факультет по специальности историк-преподаватель. Историк-преподаватель и преподаватель-исследователь. У тебя двойная специальность. Когда ты решил посвятить свою жизнь этому ремеслу? Да как-то с детства так было. Мама мне недавно сказала, что с шестого класса я хотел на исторический факультет. У меня в голове отложилось, что с восьмого. Изначально хотелось на археологию, но потом, поступив и отучившись какое-то время, я понял, что много других совершенно сфер применения истории. И поэтому пришел к тому, что сейчас имеем. То есть работника музея. А диссертацию ты написал, но не защитил? Да, диссертацию написал, но не защищался. Решил, что и финансово так будет лучше, а в первую очередь меньше здоровья потеряю. Какие финансовые затраты может нести в себе защита диссертации? Огромные. Потому что нужно оплатить рабочий день практически всем, кто тебя будет слушать в диссертационном совете. Нужно много раз ездить туда-сюда. Нужно самому себе искать оппонентов и им тоже оплачивать их работу. И все это выльется в приличную сумму, которая, возможно, со временем... Например, сколько? Тысяч двести. Для меня это приличная сумма. Двести тысяч? Ну, плюс-минус. Это, наверное, еще Костромские цены, да? В Москве, наверное, подороже? Да, но у нас ближайший диссертационный совет, который именно выдает квалификацию кандидата исторических наук, ученую степень, да, кандидата исторических наук, он в Нижнем Новгороде. То есть это каждый раз ездить в Нижний Новгород, это 400 километров отсюда. Но ты же можешь еще с первого раза ее не защитить, правильно? Теоретически такое возможно. А уж если и со второго раза не защитишь, тогда все эти годы, они были лишними и так далее. А у тебя есть две попытки? Ну, насколько я знаю, да. То есть ученый совет голосует при защите диссертации, и они могут вынести решение, присваивать тебе ученую степень кандидата исторических наук или не присваивать. И в зависимости от этого ты получишь или нет ее. Если ты ее не получишь, то теоретически есть вторая попытка с доработками, то есть доработать диссертацию и прочее, и потом защититься еще раз. А уж если она провалилась, я думаю, что там третьего раза не будет. А что дает тебе диссертация? Ученое звание. Степень, да? Ученую степень кандидата. Каких-либо наук в зависимости от специализации, да, в моем случае исторических. И прибавку к зарплате, ну, 2 500, наверное. То есть 200 тысяч, чтобы получить 2 500, это сколько тебе нужно отработать? Сколько тебе нужно отрабатывать, да. Чтобы оправдать. Но при этом есть возможность преподавать. Я не знаю, как сейчас, но сколько, вот пока я учился в университете, преподавать мог только человек с ученой степенью. А мне хотелось одно время очень сильно преподавать в университете, потом я решил, что не надо этого делать тоже. Знаешь, как говорят про медиков иногда, что пациенты это те люди, которые мешают врачам заполнять бумажки? Угу. Вот можно провести такую аналогию и с учителями, и с преподавателями, что студенты и ученики. Я имею в виду школу вообще образовательную. В дополнительном образовании там такого меньше. Сейчас ты работаешь сотрудником музея зодчества. Да. Деревянного зодчества. Деревянного зодчества, в котором мы сейчас и находимся. Именно, да. Параллельно есть какие-то еще у тебя заработки, подработки? На полставки педагог дополнительного образования. С одаренными детьми? С одаренными детьми, да. С одаренными детьми, да. Два раза в неделю, вечером, в нерабочее время на своей основной должности, я детям рассказываю про историю, культуру, искусство и все то, чему мало уделяется внимание в общеобразовательной школе. А потребность у них есть. Работа с одаренными детьми была твоей инициативой? Так получилось, что я эту работу еще нашел раньше, чем в музее. Но вышел на нее позже, как бы с нового учебного года. Ну да, я хотел преподавать. Это в какой-то степени мое тоже. В каких экспедициях ты участвовал? В этнографических экспедиций много не наберется, но это Костромская область, это Шаринский район, Красносельский район, Макаревский район. И это все было от музея. Но это не сказать, что прям длительные экспедиции были. В основном это все в рамках двух-трех дней завершалось. Хотелось бы, конечно, для полного погружения, чтобы все полноту ощутить, нужно, наверное, на несколько недель ехать. А так, да, это Костромская область и был в археологической экспедиции в селе Унжа. Там с археологами. Что-то удалось лично тебе раскопать, найти? А там не сказать, что лично кто-то чего-то находит. Это всегда труд такой коллективный. Поэтому нашли все вместе, грубо говоря. А копали мы городище Железного века. Мирянское городище. Финское. Фино-Угорское. Фино-Угорское, да. Фино-Угорское. Да, Угорское. И там очень интересно было, потому что там можно было по слоям просмотреть, что здесь жили то, что называется протофины, то есть те, которые до финнов жили. Потом это городище заросло травой и прочее. Потом появляется уже непосредственно финно-угорское население. Потом славянское. Это все по слоям просматривается. То есть памятник очень такой информативный получился. Да, и ты рассказывал мне, что как раз можно определить национальность человека по религиозным различиям. Ну потому как хоронили христиан, потому как хоронили язычников. Ну, вероятно, да. Это я говорил не совсем об этом, а о том, что когда эта территория заселялась славянами, это был примерно 10-11 век, ну 12-й век, да. Кострома. Город основания Костромы считается 1152 год. И он, откуда он взят, это довольно сложно сказать, потому что был такой историк Татищев, у которого сохранились рукописи, и на полях одной из рукописей написано 1152 год и несколько городов, в том числе Кострома и Переславль-Залезский, который по пути как раз в Москву будет. На чем он основывался, выдвигая эту дату, сказать сложно, потому что летописи, вероятно, которыми он пользовался, говорят, сгорели при пожаре 1812 года, когда Наполеон был в Москве. В любом случае, эта территория заселялась славянами, когда здесь уже жили финно-угорские племена, в частности, миряне. И в это же время на эту территорию стало проникать христианство, и поэтому здесь встречаются захоронения, которые в себе содержат признаки и славянских захоронений, и мирянских, и еще и кресты там попадаются христианские. То есть тут прямо такое место интересное. Столкновение потоков микросов. Батюшка Эдуарий Есть ли у тебя музыкальное образование? Музыкальная школа. Да, по классу баяна. По классу баяна. Да, то есть мой основной инструмент – это баян был. С 1 по 9 класс, и потом 10-11 в оркестр русских народных инструментов. Не жалеешь? Нет, жалею только о том, что в музыкальной школе, когда ты попадаешь на народное отделение, чаще всего, не всегда, но чаще всего учат на народных инструментах играть классику. То есть не народная песня, опять же, если это народная песня, то это какие-то обработки, а не аутентичные наигрыши и прочее. И вот этой части при обучении в музыкальной школе немножко не хватало, потому что хотелось бы как-то это тоже познать не самому уже в сознательном возрасте, а впитать с детства. Мне многие музыканты говорили, в том числе в интервью наших прошлых программ, что музыкальное образование мешает созданию, написанию своей собственной музыки. Так ли это? Я думаю, что все от человека зависит. Кто как умеет применять свои собственные знания, умения и навыки. Пусть так. Мне не мешает. Ну, я не знаю, насколько я там музыкант или чего, но мне не мешает музыкальное образование. Творческое начало в тебе убивается. Я слышал это от множества музыкантов, гитаристы, пианисты, скрипачи. Ну, может быть, тут дело еще в том, что я-то все это в детстве в каком-то прошел. То есть в девятом классе я музыкальную школу закончил, сдал экзамен по баяну и дальше я в свободном плавании. А те, которые закончили музучилище консерватории и прочее, возможно, возможно, но у них и цели другие. Музыкальное образование не учит человека сочинять музыку или что-то, а научит исполнять. Вот. Ну, собственно, вот и весь ответ. Да, на самом деле, по большому счету, музыканты как раз на два типа и делятся. Исполнители? Да. Ты либо пишешь свою собственную музыку так, как ты их хочешь, либо ты играешь в чужую, но по правилам. Одно другому, в принципе, не мешает. Как правило, ты либо хороший исполнитель, либо ты хороший созидатель. Ну, можно стараться же соединить все это как-то. Стараться, я не говорю, что это будет получаться, но стараться... Возможно, возможно, возможно. Твой первый музыкальный проект как назывался? В каком году ты стартовал свою музыкальную карьеру? Там, где, чтобы исполнять собственную музыку, скажем. Ну, хотя бы, где бы ты играл на каком-то инструменте. Не, ну я в оркестре народных инструментов играл там с пятого класса, но я не думаю, что в школьном. Не знаю, стоит ли считать это там отдельным музыкальным проектом. А так, чтобы собрать свою группу, это был хэви-метал проект, который назывался «Мартиролог». Какой год? 2008. Ага. 12 лет назад. На каком инструменте ты играл? На гитаре. Ритм-гитара, да. Ну, хотелось же очень рок играть, потому что ария там, кипелов и все. То есть ты к фолку, к эмбиенту пришел прям, ну, значительно не так давно? Ну, да, наверное, позже, но фолку он от меня же никуда не уходил. Я же в народном отделении, в музыкальной школе, и все это я как-то знал всегда в какой-то степени. То есть изначально было желание играть в металл? Подростковый возраст, гормоны, агрессивная музыка, конечно, это очень. Тем более, у меня интернет появился в 2012 году. И, собственно, все свои музыкальные опознания в разных жанрах я более-менее в то время, собственно, и начал. Даже не в 12, ну, позднее, но это неважно, собственно, довольно поздно, скажем так. И познание в музыкальных жанрах разных, в том числе экстремальных и андеграундных, я начал тоже довольно поздно. А до этого я слушал то, что было доступно на дисках, кассетах, и то, что можно было на болванку переписать у друга дома на компьютере. Вот и все. И поэтому тогда был Heavy Metal, да. Хочу отдельно поговорить о твоем проекте Arabor. Так. Год основания 2014. Первая демо, не знаю, как назвать. Первая запись, которая появилась в интернете, это 2014 года. А что обозначает название? Скажем так, я не знал, когда начинался проект, я не знал, куда это заведет. И мне хотелось под этим словом, под этой вывеской самые разные идеи реализовывать. Может, это фолк, а может, потом будет еще что-то другое, может. И мне не хотелось брать такое слово, которое привязывало к определенной концепции. Но поскольку фолк все равно в основе, чтобы был какой-то такой народный стержень в самом звучании, и мне кажется, что в какой-то степени это получилось. Уже потом, когда в интернете находил какие-то сведения об этом слове, выяснилось, что есть и провинция такая в Иране, есть и имя такое польское. Вот как есть общий такой славянский имя Ратибор. Вот Arabor это вроде как аналог такой, только польский. Так что, мне кажется, в целом какое-то такое попадание есть. Ну и слово запоминающееся более-менее. Звучное такое. Ты говоришь фолк, но первые демо, первые записи был такой Dungeon Synth с Ambient смешанным. Фолк-то вы начали играть значительно недавно. Ну, в Dungeon Synth и Ambient же были фольклорные элементы. Фолковое, природное и все, что вот с этим связано. Отчасти да. Я слово Dungeon Synth узнал уже после того, как выложил первые записи. Я не знал, что это оно. Мне просто... Я кайфовал от того, что я делал первые какие-то там записи. Пусть это наивно там как-то и... Но это же все равно имеет право на существование, правильно? И потом уже, когда вот первый полноформатный альбом запостили в паблике Dungeon Synth, посвященному ему, я уже узнал, что есть такое слово. Что это целое там направление музыкальное и с глубокими историческими корнями и прочее. И вот оттуда я это и узнал, собственно. Наш прошлый гость, Morbid, нам как раз это и рассказывал, что он играл там Dungeon Synth сколько-то лет и потом только... Узнал, что это оно. Что это оно и что вообще этому стилю дали какое-то название. Ну, я думаю, что это история вполне себе часто встречающаяся. Чуть позже ты перешел уже на чистый фолк. Значительно позже. А почему... Почему? А так захотелось. Ну, то есть все от желания и от того, о чем ты думаешь в данный момент. Вот. И опять же от технических возможностей. Если первые какие-то релизы проекта это чисто условно на компьютер, не с помощью MIDI-клавиатуры, а иногда просто с помощью клавиатуры сделано. Просто не было технических возможностей и средств записывать живые инструменты. И живых инструментов самих тоже не было. А хотелось всегда, потому что это живое звучание и интересно. И первые эксперименты, наверное, с живым звуком были в году в шестнадцатом, там, на предыдущем альбоме, а в восемнадцатом, когда Корни уже писали, там, да, там все живое. Какие инструменты именно? Ну, список, перечень, да-да. В записи? Да. Их больше тридцати. Ну, давай хотя бы там самые... Гусли. Гусли, да. Гусли. Домра. Гудок. Домра тоже есть. Но альбом Корни, он такой, гитарная часть, там гитары довольно много. То, что мы сейчас исполняем уже полным составом, там гитары нет, там все инструменты такие аутентичные, отчасти. Конечно, это современные какие-то вариации на тему, но тем не менее. То есть ты почти на всех инструментах играл сам? На Корнях? Да, да. На всех. А, то есть ты... Я один писал, да. Ага. Записал голос. Одну фразу. Угу. И все. Остальное все я. То есть фактически One Man Project? Да. Тогда вот до 2000... до конца 2018 года это был One Man Project. Да. Посмотри, там написано Евгений Новиков, все инструменты. Да. Хотел бы отметить, что мне это издание очень нравится. Особенно мне нравится качество бумаги. Оно такое, знаешь, аутентичное. Такое прям... Спасибо издателю. Спасибо издателю, да. Знаешь, мне нравится, что корни, ну или давай называть корни, да, этот альбом, потому что так называется. Когда ты смотришь на этот диск, тебе хочется его послушать. Вот я люблю такие издания, которые... Иногда просто смотришь, ну диск и диск, да. Музыка и музыка. А тут прям вот есть желание вставить его в CD-плеер и послушать, это классно. И отмечу, что я на это интервью приехал как раз именно послушав этот альбом, он очень классный. Я о тебе узнал сравнительно недавно, но вот послушав эту запись, решил сделать это интервью. Ну я думаю, что в целом историю современного состояния проекта, как вот он есть сейчас, можно с этого альбома и начинать, потому что все остальное это путь становления, назовем это. Да, прошлые записи тоже хорошие, я их послушал. Это эмбиент, такой Dungeon Scene, фолк эмбиент, просто он не совсем индивидуальный. То есть наподобие такой музыки что-то есть. Наподобие корней, ну вот мне не доводилось слышать что-то похожего. То есть вот в этом есть какая-то, знаешь, изюминка. И это классно. Очень приятно, конечно. Спасибо. Кто сейчас участвует в твоем проекте? До недавнего времени было пять человек, и буквально за этот месяц к нам еще двое присоединилось. Возникла мысль поиграть народные песни, ну и авторские тоже в том числе. И для этого нужны были вокалистки, потому что народные песни это зачастую женский вокал. И я был знаком с двумя девушками еще по своему первому проекту. Мы не вместе играли, но мы, скажем так, ходили в одно заведение заниматься. У них был свой проект, у меня, соответственно, своя группа. И я написал условно ВКонтакте, там, привет Наташа, привет Оля, давайте играть, давайте петь. И они сказали, давайте. И мы сначала были втроем. Потом я познакомился с Вячеславом, который у нас играет на свирелях, волынках и всем прочем. Ну, на духовых инструментах он присоединился. В начале прошлого года к нам присоединился перкуссионист Юрий, тоже с которым я был. Ну, все знакомые же. И потом уже в начале этого месяца к нам добавился домрист и еще одна вокалистка. То есть семь человек, полный состав. Да, семь человек, но выступали до этого мы в пятером. Касательно неофолка, имеет ли этот жанр политический подтекст? Ну, для меня нет. Я не очень силен в жанрах, если честно. Я как-то спрашивал одного знающего человека, или он мне сам объяснял, чем даркфолк и неофолк, например, отличаются. Он сказал, что идеологии. Что даркфолк это больше понятно куда, а неофолк скорее о природе. В правую идеологию. Да, в правую идеологию. А неофолк скорее о березках и о прочем. Но с другой стороны, сейчас какие только коллективами и даркфолком не называют, и неофолком. Самые-самые разные. И аполитичные, и политические. Но вот тот неофолк, если можно так назвать, который играем мы и который до этого я исполнил в одно лицо, он политического подтекста не имеет. Он скорее писательный. То есть мне интересно рассказать о том, что я вижу и чувствую. А каждый найдет в этом что-то свое. Хотелось бы поговорить еще про проект с твоим участием «Книжая пустынь». Я правильно произношу? Книжая, да. Почему произносится не «Княжая», а «Книжая»? Я сам долгое время думал, что «Княжая». Да, собственно, и участники проекта сами, основатели, имею в виду, думали, что «Княжая». Дело в том, что проект назван в честь, насколько я понимаю, могу ошибаться, что называется, не на врать, в честь заброшенного монастыря. И когда они туда съездили и побывали, местные жители говорят «Книжая пустынь», поэтому решили, что он будет «Книжая пустынь» называться. Да. Принимал я участие в записи только одного альбома 2018 года, который «Времена» называется. Как раз, да. Там написано. Да. На чем я играл. И принимал участие во всех живых выступлениях, которые были у этого проекта. А их немного было меньше. Тебя пригласили или ты сам провел инициативу в… Познакомился я с Антоном основателем, мы его уже упоминали сегодня, с Антоном основателем проекта. Он мне написал сам, просто познакомиться предложили. Мы с ним встретились, пообщались, нашли общий язык. Не помню, кто из нас захотел выступить, но, возможно, я ему предложил, сказал, что давай попробуем «Книжевую пустынь» сделать на сцене. К тому же был повод тогда. И мы собрали, опять же, всех знакомых музыкантов, не тех, которые принимают участие, например, в записи альбома, потому что тут многие люди из Новосибирска, из Красноярска, то есть очень далеко. А буквально кто мог, кто согласился, кто бы хотел, и да, и выступили первый раз. Это тоже, по-моему, 2017 год был. Еще одним проектом с твоим участием был и есть ТАР. Не есть, был. Был, ага. То есть проект просуществовал недолго? Он существует, проект. ТАР существует, я там не играю сейчас. Ага. А почему? Потому что захотелось больше времени посвящать своему и потому что музыка, скорее, не совсем моя. Начиналось это все как желание помочь хорошим людям, скажем так. И интересно было поиграть Блэк. Я Блэк никогда не играл до этого. Если только у себя дома на гитаре, на басу, в ТАРе, и возможность выступать с этим, и возможность записывать. Там я играл на басу. Да. Также ты участвовал в проекте Летеница. Да. Ты знаком с Ольгой Ланцевой? Я знаком с Антоном Чудеским. И все, собственно, оттуда. Ага. И опять же, практически сразу, как мы познакомились, он сказал, а давай, ну вот у нас тут планируются, вероятно, живые выступления, а ты на баяне играешь. Я говорю, давай. И вот мы начали репетировать, и вроде получилось как-то. В записи альбома, который единственный, Берегиня Я, принимал участие буквально в двух песнях, но очень немного. Баянные партии до этого записывал другой человек. Он в живых выступлениях участия не принимал. Я вот с Летеницей выступал на баяне. Интересно с баяном и с рок-музыкой выступать. То есть с Ольгой вы знакомы? Теперь уже да. Теперь уже да. Ну, то есть благодаря Летенице. Знаком ли ты с ее мужем? На уровне Hi, Hello, Great и вот все. А то есть ты с ним в живую видел? Нет, в живую нет. Мы ему, когда Ольга прилетала сюда и у нас был, ну назовем это мини-тур в поддержку Львова, но буквально там четыре концерта. Вологда, Кострома, Ярославль и Москва. Когда Ольга прилетала сюда, как раз во время ее отъезда у Роберта был день рождения. И мы какое-то смешное видео ему посылали с репетиционной базы. Типа Херман и Лик на гитаре играли. И Роберт с ним. Все. Мое общение. Он написал, ха-ха-ха, Great. Все. А, я на Gravelands записывал флейту. На один трек. Ага. То есть можно тебя даже как участника Graveland... Какое-то совсем сессионное было. Ага. Один трек, да. Да, тут мы просто говорим, мы понимаем, мы говорим о Робби Даркине, отце-основателе культово-польского black metal проекта Graveland. И Lord Wind, да. Да, конечно. Тебе нравится Graveland? Я не слушал специально никогда. Я когда узнал, что... Ну, попросили же, можно сказать по-дружески, ну, запишите, пожалуйста. Ну, не так, конечно, что вот... А просто вот, ну, нужно флейту, можешь ли ты записать. Я послушал, ну, интересная музыка, да. Хорошо. Записал. Все. Больше как-то... Я не слушал специально, и большую развернутую рецензию. На Graveland я не могу дать нисколько. Ну, ты вообще как к поисковому black metal относишься? Ты... Ну, или вообще давай, давай так спрошу. Как ты вообще к black metal относишься? Как к музыке? То есть... Ну... Мне... Есть что-то, что нравится. Есть что-то, что не нравится. Я, в целом, ведь не много музыки слушаю. Тут, с одной стороны, много времени занимает своё, своя музыка. А во-вторых, может, это и неоправданно, но я отчасти боюсь влияния. То есть, если я буду много чего-то слушать, я боюсь это неосознанно скопировать. Хотелось бы какой-то индивидуальности, пусть она и не всегда может получаться, но это, возможно, тоже причина. И так, чтобы... Извини, а чем black metal может навредить при прослушивании твоей собственной музыки? То есть, ты думаешь, что рабор станет как-то мрачнее? Да не обязательно. Так это же круто. Почему круто? Это же, наоборот, классно. Ну, я не знаю. Да навредить, не навредить. Почему навредить? Просто мне интересно. Я... То, что слушаю в основном в наушниках, это я переслушиваю демо-записи свои с целью что-нибудь поправить или найти что-то новое. То есть, вот эта работа продолжается и так, скажем. Вот. Назови несколько музыкальных проектов, которые повлияли на тебя, как на музыканта. Я, наверное, три музыкальных проекта могу назвать, которые на меня так повлияли. Если брать самое детство, то первое, что я из непопулярной музыки, в общем понимании популярной музыки, которая там, Муста ВМТВ, это группа Ария. Потому что первое, что я услышал, это была песня Колизей, какой там 2003 год. Я подумал, что так можно было, да? Ну, типа круто, ну, драйв, все вот это вот энергия. И они интересно выглядят, у них интересные гитары там, и они что-то исполняют. И для меня тогда это было очень здорово. И я нисколько как бы от этого не отхожу, и сейчас иногда слушаю тоже. Ну, по крайней мере, новый альбом вышел, послушал, хорошо. Потом я могу назвать группу в Оскорбях. Угу. Это Рыбинский. Фьюнирал Дум. Да, Фьюнирал Дум. Нереально крутые ребята. Просто из-за идеи. Потому что это, во-первых, очень-очень просто и очевидно. Похоронные плачи, Фьюнирал Дум. Вот оно, все рядом. Там такая мрачная церковь. Да, да, да. Логотип. Шикарный альбом. Там ворота, по-моему, какие-то сгоревшие. Да, 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 ага. Просто это очень сильно на меня как-то впечатление произвело. Это, конечно, уже было позднее значительно. Могу назвать еще Вороново крыло. Это, по-моему, пермские ребята. Вот этих ребят не слышал. Ну, это практически аутентичный фолк. Ну, World Music, да, потому что там самые разные, самых разных народов инструменты используются. Но исполняют они русские народные песни. И делают это в очень интересных аранжировках. Вот, наверное, эти. Из последнего, что мне очень-очень нравится. Moon Far Away. Ну, просто из последнего, что я для себя открыл, назовем так. Я знал, что есть такая группа. Ну, практически. Но так, чтобы сесть и плотно послушать, все как-то не находилось времени. И относительно недавно, наконец, нашлось. Вот, и поэтому я глубоко. Назовем это словом глубоко. Музыка. 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 нет. Являешься ли ты атеистом? Нет. Нет. Да, можно назвать, что для меня религия это от части культ предков и культура моего народа, потому что ну это важно знать свои корни. Собственно альбом так называется корни. И я ни в коем случае православие не хочу порицать, потому что мои предки были верующие, и все-таки это мои предки. Но я вижу все те недостатки, которые есть в первую очередь в современной церковной организации. Женя, у меня к тебе вопрос как к историку. Почему христианство так много позаимствовало у язычества? Так это же всеобщий процесс. Это у любого народа так есть. Есть в Киргизии, если не ошибаюсь, где ислам позаимствовал от язычества, хотя казалось бы. Ну если там углубимся в шаманизм, шаманы обращаются к духам, к определенным. У каждого шамана свои духи. И вот в Киргизии была распространена практика, где шаман входит в транс и обращается к Аллаху. Ну то есть, как это между собой сочетается. И так не только православная церковь делала, но это просто естественный процесс, на мой взгляд. Что-то сразу не может отмереть, и что-то сразу не может полностью вступить в свои права. И поэтому получается то, что называется религиозный синкретизм, двоеверие, народное христианство, то, что сейчас привыкли называть. То есть, например, Радоница, Масленица, Иван Купала, Тихонов день и все прочее. Это языческие праздники, которые сейчас считаются православными праздниками. Да, наверное. Наверное, так. То есть это такое, это большее... Это, я думаю, что это естественный процесс. Так или иначе, мировые религии, они практически во всех странах побеждали. Буддизм, христианство, ислам и ряд других. Конфуцианство, в принципе, тоже мировой религией можно считать. Монотеистические. Ну, конфуцианство не монотеистическое религия, и буддизм тоже, но тем не менее. Но и иудаизм, ислам, и христианство. Ну да, да. И они в любом случае приходили на какую-то почву, где уже была богатая культура, и не заимствовать из той богатой культуры, которая была, невозможно. И поэтому по-прежнему во всех практически странах и у народов разных своя индивидуальность есть. И в том числе и в христианском вероисповедании, которое, казалось бы, глобальное абсолютно, а везде есть свои особенности. Хоть там в Польше католической, хоть еще где. Да. Потому что это все на богатой почве уже подготовлено. Более того, даже православная церковь в Сербии отличается от православной церкви в... Кстати, был там, да, там интересно. В каком городе? Београд? Нет, я как раз был по маленьким городам. У меня вообще мечта была, вот прям, вот как я узнал, что есть кустурица, что есть фильмы кустурицы. Деревню вот это вот. И что есть музыка кустурицы. У меня была мечта попасть в Сербию, но не в большие города, там, Белград или где-то, да. А вот именно то, что вот Малая Сербия, да, вот внутренние какие-то маленькие городки. Я был в Эрбас, это недалеко от границы с Венгрией, по-моему, если не ошибаюсь. Был Новисад, ну так, буквально проездом. Это такая культурная столица Сербии, можно сказать. И был Крупань, город, это такой горный. И Тимирин, это тоже небольшой городок, от Новисада километров 80, по-моему. Лучший фильм кустурицы, мне кажется. Вот я бы назвал «Время цыган». Сам не знаешь, к какой вере принадлежишь. Ни цыган, ни католик. Гроша ломаного за душой нет. Чего ждешь? А ты что молчишь? Род тебе, что ли, зашили? Мерин, проклятый. Что мне с тобой делать? О, Боже. Где ты? Боже. Я не могу сказать, что прям там сильно и много смотрел кустурицы. Я мыслю как-то духом и атмосферой в целом. И мне вот просто это как-то... Ну там же такая, ну и трагизм, и комедия в одной. Конечно. И вот это вот... Это и называется трагикомедия? Конечно. Да, это прекрасно. И поэтому я не могу как-то... Мне вот черная кошка, белый кот. Да, шикарный, шикарный. Смешной, веселый. Какой политический строй в России для тебя кажется идеальным? Ну сейчас, мы говорим про 2020 год, естественно. 2020 год? Да. Что больше всего подходит России по твоему мнению? Тут опять мне важно твое мнение, потому что ты историк, ты изучал очень много... Давай не для камеры, я тебе скажу. Я не для России вообще в целом. Я считаю, что любая власть – это насилие над людьми. Почему не на камеру? В этом нет ничего постыдного. Ну ладно, хорошо. Но я считаю, что любая власть – это насилие над людьми. То есть ты анархист? Ну не знаю, можно ли это анархией назвать. Просто у нас слово «анархия», у меня диплом по анархизму был просто по Бакунину и прочим в университете, выпускная работа. И для большинства людей анархия – это беспорядок, разброд, шатание, хаос, беспорядки, кидание коктейлями Молотова и прочее. А анархисты XIX века подводили глубокую основу под все это. И вполне себе обоснованно. Там сказано, что без власти, без инструмента управления людьми жить вполне себе возможно. Главное – понимать, что ты хочешь. Но до этого нужно дойти. Отрицание власти – окей, я понимаю. Но все же для России, как тебе кажется, какой политический строй лучше подходит? Ну или давай по-другому сформулирую вопрос. Когда, по твоему мнению, Россия была самой успешной страной? Вот в каком веке? При каком правителе? Никогда. Ну, правда. Нет, дело в том, что везде были свои проблемы. Очень многие люди… Ну, я же занимался этим, и во время обучения много всего этого приходилось читать. Очень многие любят брать 1913 год как год, первый мирный, последний мирный год перед Первой мировой войной и последующей революцией. Но там было очень много проблем. Как там жило крестьянство, в каком состоянии были рабочие. Многие говорят о том, что революция была не нужна тогда. Ну, она не могла не состояться. Вопрос в том, как бы она закончилась. Победили… Ну, закончилась так, как закончилась. В советское время. Ну, я в первую очередь считаю, что государство должно заботиться о своих жителях, о своем народе и о благосостоянии. Ну, как люди в советское время жили, особенно в первые годы. По талонам кушали. Да. Что сейчас происходит? Ну, то, что происходит. То есть, фактически Россия, по большому счету, никогда нормально… Ну, всегда были свои сложности. То есть, ну так вот, качелями, качелями. Да, да. У тебя, как у историка, на некоторые исторические события, на загадочные, есть свое мнение. Ну, 100%. Вероятно. Вероятно, да, вероятно. Например, расстрел царской семьи. Насколько вообще это было нужно совершать этот ужасный акт? Был ли шанс у Николая? И я разные мнения встречал. Слышал мнение о том, что Николая нужно было расстрелять только за ту фразу, когда он сказал, что лучше 10 государственных кризисов, чем одна истерика императрицы. Когда его окружение попросило убрать Распутина от его жены, потому что он, мол, на нее плохо влиял. И есть такие люди, знаю, ну, не буду как бы называть, но есть они. Конечно, есть те, которые считают Николая святым и прочие. Ну, я в любом случае считаю, что любая человеческая жизнь ценна. Ну, просто сказал, 913 год, я сразу про расстрел, там, плюс-минус, да. Да, и я не думаю, что нужно было их расстреливать, убивать ни его, ни его семью. Нет, конечно. Он мог спокойно жить в Англии у своих родственников. Ну, как раз англичане и являются виновниками. Ну, мне кажется, я могу ошибаться, разве нет? Разве не англичане? Есть такое мнение, да. Отдали финальный приказ? Сложно сказать. Документов нет. Историки привыкли. Ну, как бы документы есть, но они... Я не глубоко знаю эту тему. Ну, я могу сказать в своем мнении, что мне это поперек души. Безусловно. Конечно. Это один из самых отвратительных актов, одна из самых отвратительных страниц нашей истории. Помимо русской культуры, какие еще культуры тебя интересуют? Да мне в целом все интересны. Начинаешь про одну читать, погружает, начинаешь про другую. То есть ты хорошо знаешь про Ближний Восток, например? Нет, хорошо я не знаю. Хорошо я не знаю ничего на самом деле. Потому что настолько глубокие пласты всегда есть во всех культурах. В школе, в старших классах, конечно, очень интересовался скандинавской мифологией. Конечно. Без этого никуда. Потому что и литература художественная, и сами мифы, естественно. Коливал читал? И Коливал читал, да. Греческая? Греческая – это вообще, наверное, первое, с чем я столкнулся. Я долго выпрашивал книгу «Миф» у Куна современный. Не современный Кун. Замечательный человек, но вот на данный момент, на 2020 год, немножко уже это все смотрится по-детски. Вот есть замечательный английский, не наврать бы правильно, Стивен Фрай. Да? Стивен Фрай. Ты говоришь про какого Стивена Фрая? Который актер, юморист. Вот про этого Стивена Фрая. Стивен Фрай. Он не так давно выпустил две замечательные книги. «Мифы» Древней Греции в своем пересказе. Ну, в общем, мифы про богов и про героев. Это две книги. И там уже появляются такие сюжетные элементы, которые в книге Куна в детстве, понятно, не попадались. Ну, и не надо было бы их в детстве читать. Там в 12-13 лет можно. Там много есть и всего так всякого эротического и более жесткого. И это позволило мне спустя там сколько лет я читал эту книгу по-новому взглянуть на героев греческой мифологии. И это здорово. Был в Греции? Нет. Я был в Сербии и в Польше. Осознанно более-менее. И в России. Ну, да. Вот ты хорошо сказал, что ты был в России. Да. Это можно, да, так расценивать. Вы сегодня сыграете для нас первый концерт. У нас вообще впервые будет выходить такая рубрика. ЛСО «Живой звук». Что вы будете играть? Мы сыграем инструментальную композицию, которая полностью нашего сочинения. И сыграем несколько народных песен в наших аранжировках. Отчасти это костромские песни будут обрядовые. И сыграем песню из мультфильма «Смех и горе у Белого моря». Тоже в нашей аранжировке. В советское время, в 70-е, если не ошибаюсь, годы выходила серия мультфильмов, посвященных русским сказам и всего прочего. Там и по Шергину, и по Песахову, знаменитым сказителям, собирателям. И одна из серий про двух братьев, называлась, по-моему, «Поморская быль» она называлась. Там про то, как два брата, занимаясь нелёгким промыслом в Архангельской губернии, на лодке в шторм попали на остров, откуда им было не выбраться. И они, осознавая свою скорую кончину, решили не просто сидеть и ждать смерти, а на доске вырезали обращение к тем, кто это увидит. И украсили резьбой и прочее. И вот в мультфильме, во время одного из эпизодов, как то ли мать, то ли жена одного из них ждёт их и смотрит там в небо, есть причитание по погибшему сыну. И вот его мы тоже исполнили. Довольно депрессивно. А что делать? Такая жизнь. Большое спасибо за приглашение. Спасибо, что позволил нам снимать это интервью в довольно аутентичном месте. Всегда, всегда помню. Ушел с радостью слушать ваше музыкальное выступление. Ура. Вам спасибо большое. Ник, как всегда сюрприз, когда обращают внимание на музыку твою. Отбой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok